Тот самый аппарат, которым был снят 34 кадр, 34 кадр, которым был снят 34 кадр. У Юрия была еще одна вещь, которая могла пролить свет на случившееся с туристами. Тот самый аппарат, которым был снят 34 кадр, тут даже надпись есть. Субтитры создавал DimaTorzok В том, что в материалах уголовного дела не фигурирует фотоаппарат с таким серийным номером, Юрий Кунцевич выдавал этот аппарат, как принадлежавший Семену Золотареву. Неописанный фотоаппарат был на шее трупа Золотарева и случайно попал на кадры пленки одного из поисковиков. Этот фотоаппарат пролежал в воде вместе с владельцем три месяца. По какой причине он не был указан в протоколе осмотра, необъяснимо. Скрывать его не было причин. Из протокола осмотра места обнаружения трупов. 6 мая 59 года. Трупы должны подлежать немедленному изъятию из ручья, так как могут в дальнейшем разложиться еще больше и могут быть унесены ручьем. Течение очень быстрое. Нетрудно понять, что произошло с фотопленкой в этом фотоаппарате, если даже поверить в то, что этот ФЭД был тогда на шее Золотарева. То есть никакого 34 кадра в том фотоаппарате быть не могло. За этот промежуток времени, который пленка провела в воде, она потеряла все, что на нее было экспонировано. Насколько нам всем известно, Юрий Константинович уложил 34 кадров в файл под номером 2. Кто приписал этот файл Кривонищенко, доподлинно неизвестно. Но официально опознанный аппарат Кривонищенко имел марку «Зоркий». Опознан он был братом Кривонищенко Игорем. Расписка. Мною Кривонищенко Игорем Алексеевичем получено от прокурора товарища Иванова 1. Фотоаппарат «Зоркий» номер 488-792 в футляре и со штативом, как принадлежащий брату Кривонищенко Г.А. Все аппараты, имеющие документальное отражение в деле, с которых была возможность получить изображение, были марки «Зоркий». Аппарат, в чьей принадлежности сомневался прокурор Иванов, был опознан и получен отцом Игоря Дятлова. Он также имел марку «Зоркий». Беря во внимание тот факт, то, что негативы, демонстрируемые Юрием Константиновичем Кунцевичем, так называемые пленки номер 2, уложенные им в файл, имеют наименование в сети, как пленка из фотоаппарата Кривонищенко, такой же порядок расположения и нумерацию. Можно уверенно говорить о том, что такой порядок и авторство установил сам Юрий Константинович Кунцевич, отправляя покупателям данных фотосканов порядок их расположения и имя того, кому принадлежит данная пленка. Такой много обсуждавшийся 34 кадр, загадочный, таинственный, и Юрий Константинович забыл, на чей фотоаппарат был снят этот кадр. Он сам дал ему авторство – Кривонищенко. Он знал прекрасно, что у Кривонищенко был фотоаппарат «Зоркий», возможно, даже помнил наизусть его серийный номер. Как он мог ошибиться, да так нелепо, ведь по раскладу Юрия Константиновича Кунцевича 34 кадр находится на второй пленке, которая принадлежит. У его же классификации принадлежности пленок участникам группы Дятлова – Кривонищенко. С этим вопросом все очень просто – деньги и сценарий. Отрывок в начале данного видео взят из фильма канала «Дискавери». В конце этого фильма американский альпинист Майк Лебекки с легкостью доказывает, в кавычках, что 34 кадр – это снимок взрыва ракеты в ночном небе у перевала. Но Майк уверен, что схема предыдущих нападений Йети подсказывает связь между загадочными огнями и увечьями туристов. Ракеты спровоцировали атаку Йети. То есть каналу «Дискавери» нужен был фотоаппарат, которым был снят загадочный снимок, ну и сам снимок. Юрий Константинович все любезно предоставил и сказал то, что нужно было сказать. Как после всего услышанного и проанализированного можно верить во все эти наименования. Пленка Кривонищенко, пленка Дятлова, пленка Калмагоровой, номер кадра и так далее. Когда человек, дававший эти наименования, на голубом глазу говорил то, что ему было выгодно на тот момент. Не правду, хотя бы свою, а говорил, о чем его попросили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok